Тем временем секция Тхэквондо спортивной школы Дзюдо Джафарова завершает подготовку к чемпионату мира пара-тхэквондисты Дагестана. Какой настрой у спортсменов узнал Дан Шугон. За свою семилетнюю спортивную карьеру в выходе с исселения Ириб Чародинского района Алиаскап Рамазанов становился чемпионом мира и дважды побеждал на открытых чемпионатах Европы. Последний из них прошел недавно в Турции, причем по новым правилам. Отличий у нас прям таких и таковых не бывает, потому что у нас Европа и мир, это можно сказать как одно и то же, потому что у нас каждая Европа проходит открытый чемпионат Европы. Там могут выступать и азиаты, и все, и американцы. Единственное, да, вот то, что у нас там сейчас новые правила появились, то, что бой будет длиться пять минут и появились маски в шлемах. И как-то в них неудобно, непривычно. Это первый турнир был, где я выступал в таких шлемах. Среди призеров открытого чемпионата Европы в Турции удалось оказаться и Кадибагаме Амарову. Там он провел три поединка. Самый первый бой был сложным, поскольку тебе приходится, больше устаешь на нем. А дальше уже еще два боя провел, уже были легче. Был турк, хорват и поляк. Но с последним было тяжело, потому что он в ближнем бою не давал мне работать. Теперь они, как и партнеры по сборной Дагестана, готовятся к одному из важных стартов года – чемпионату мира. И уже в ближайшую пятницу им придется находиться на последнем сборе команды России в Москве. Если раньше чемпионат мира был G10, то, что давало спортсмены 100 баллов, то это сейчас G14, где нам дается 140 баллов. Вы понимаете, что 2024 год уже не за горами, потому что Олимпиаду перевели на один год. Это буквально, считайте, два года осталось для того, чтобы попасть в Олимпийскую сборную. И вот эти 140 баллов, которые будут даваться за чемпионат мира – это уже основательный прорыв, чтобы попасть в рейтинг для участия на чемпионате на Олимпийских играх. Рассчитываем здесь на наших лидеров, лидеры нашей страны – это наши призеры Олимпийских игр – Сидоров Даниил, Исал Дибиров Магомед Загир, Атаев Зайнудин и Рамазанов Алиасхаб. Помимо них еще есть молодые наши ребята, на которых мы тоже смотрим, просматриваем. Чемпионат мира в Турции пройдет с 9 по 13 декабря. Дан Шугом, Махарбек Амариев, Рамазан Амаров. Время новостей.